Старинная северная земля, широкий разлив вятки, шум леса, запах мха и травы, лаковая зелень подорожника и осенний пожар рябины. Грин любил этот уголок русской земли. Он любил бродить с ружьем в зарослях и вняка, любил утреннюю свежесть камушей, шелест дождя на реке. Это его родина. Старожилы говорят, что именно под перезвон вот этих знаменитых курантов в старинном городе Слободском и родился сто лет назад Саша Гриневский. Вот почему гостей юбилейных торжеств на вятской земле встречали на границе города Слободского, встречали хлебом с солью, гостеприимно и непременно при этом рассказывали, что бывшая кузнечная улица в их городе теперь носит имя Грина. Одной из старейших библиотек Севера тоже присвоено имя Грина. О своем замечательном земляке говорили на литературном вечере в Доме культуры имени Горького рабочие, писатели, исследователи творчества Грина. Ну а затем торжества перенеслись в город Киров. Сегодня кировчане были свидетелями большого события в жизни города. На улице Владарского, в доме, где жила семья Гриневских, открылся дом-музей Грина. И теперь мы можем представить, как Саша вот в этой комнате за поем читал книги о путешествиях, мечтал о море, страдал, глядя на умирающую мать, уезжал отсюда в поисках счастья и снова возвращался в свой родной город, бывшую Вятку. Теперь это город Киров. Дорога к морю у Грина шла через Вятку. Это признание самого писателя. Почти 15 лет у Александра Грина ушло на дорогу к той профессии, которой приводят университеты жизни. Он искал ее на юге страны, на востоке, на западе, но не стал ни бакинским рыбаком, ни артистом Вятского театра. Своё призвание он обрел в литературе. В 140 раз издавались в нашей стране произведения Грина. Общий их тираж составил свыше 11,5 миллионов экземпляров. И сегодня Грин – любимый писатель нашей молодежи. Чем вас привлекает творчество Грина, вашего земляка? Меня привлекают герои Грина, такие как в «Валых парусах», например, Грей и Ассоль. Это люди, как правило, широкой души. Грин в своих произведениях открывает для своих героев какие-то страны, которых нет на обычных географических картах. Придумывает им какие-то новые имена. Вообще вся атмосфера произведения Грина такая сказочная. Земляки Грина, как и все мы, почитатели его таланта, можем повторить сегодня строки поэта. Он жил среди нас, этот сказочник странный, с извечной, как солнце, мечтой о добре.